Они мечтают стать авторами собственных коллекций одежды, создавать эксклюзивные костюмы и неповторимые изделия ручной работы. В отделении дизайна одежды детской школы искусств номер 2 юные мастерицы учатся различным техникам изобразительного искусства, изучают историю костюма, разрабатывают эскизы и изучают швейное дело. На выставке под названием «Это мы» девушки представили работы в технике батик. Мы на своем отделении занимаемся ведь не только батиком. Это вариативный курс, который у нас идет всего-то, например, один час в неделю. А кроме этого мы в основном, конечно, шьем, мы вышиваем, украшаем одежду и по большому счету выступаем еще на подиуме. Ученица третьего курса Мария Качкина мечтает стать дизайнером. С самого детства занимается рукоделием, вышивает, шьет собственные модели одежды. С батиком она знакома давно. Чтобы добавить больше фактурности и объема, Мария дополнила свою работу кусочками ткани. Получились легкие пейзажи в смешанной технике. Если работы висят на выставке, мне приятно это, что какие-то дети, может быть, взрослые посмотрят, порадуются. И младшие дети, которые маленькие, тоже подумают ходить туда, в школу искусств. Юным художникам, постигающим прикладное творчество и изобразительное искусство, важно, чтобы их работу увидел зритель, считает преподаватель отделения дизайна одежды Елена Бодряшкина. Работу ее учениц не только вошли в экспозицию выставки, но и успели поучаствовать в международных и региональных конкурсах. В первую очередь, наверное, для того, чтобы как-то немножко заявить о себе. Ну и, наверное, еще она была сделана для того, чтобы показать нашим девочкам, а для чего все-таки мы делаем эти вещи. Вот не только, чтобы радовать своих бабушек, дедушек, мам, хотя и для этого тоже, но еще и, в первую очередь, для того, чтобы как бы вот их увидели, как молодых художников. Всех авторов работы, а также участников творческих конкурсов и фестивалей наградили памятными дипломами. Дарья Цепарегина, Артемий Голосков, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.